всех приветствую сегодня мы приехали снова в тали сейчас пойдем одну гору я уже не помню там был раза три или четыре а вот на правой ни разу не был сейчас переверну камеру вот на этой вот там подъемник сидушками такой я думаю он хотя там особо высоты внизу нету не думаю как бы высота была бы повыше конечно было бы приятнее сидеть адреналинчик испытать сейчас посмотрим будет адреналинчик или нет и так горы хардс вроде бы 927 метров высочайшая . но в районе километра в общем где-то знаю кто там насколько точно измерил сейчас вот это похоже не знаю на церковь то же время как бы и не похожи на церковь попробую показать вот там сверху такие статуи каких-то непонятных грифов не грифонов не грифонов кто это такие вообще сейчас попробовать на них навести и приблизить на каждом углу я не знаю отсюда я вижу с других сторон такие же или нет сейчас мы немножко обойдем посмотрим как всегда интересно входных дверей почему-то 2 1 сбоку 1 посередке тут закругленная часть наверно это скорее всего там винтовая лестница вопрос только закрыты или нет скорее всего закрыта но это уже свежачок явно похоже на свежачок не потрогаешь не узнаешь ну да закрыта и с этой стороны тоже такая круглая часть но как всегда на дверью такой мощный магнетрон и с этой стороны я вижу точно такой же не знаю морда такая непонятная все это плохо видно сейчас попробую обойти с другой стороны может там лучше видно будет солнечной стороны тут вот круглое окно возможно тут тоже когда-то был магнетрон вон над окнами тоже вижу такие же явно были тоже переделаны но с этой стороны я совсем ничего не вижу сейчас попробую приблизить не не видно сейчас обойдем жалко конечно что закрыта вот еще одна дверь но если дверей нету вниз это будет очень странно дверь всегда где-то вниз есть вопрос на какую глубину и окна также присутствуют но в данный момент понимаю вот судя по трубе заправочной там котельная находится вот еще магнетрон чик но явно он уже переделанный все уже под современная вот это вот штукатурка камень мы отсюда совсем снаружи не увидим какой если только внутри можно но закрыта к сожалению да вот отсюда но все равно мне вот непонятно что это за голову там такие я не понимаю не совсем хорошо видно поближе повыше смотреть надо что-то у меня картинка уехала куда-то ну ладно пойдем дальше может быть когда на обратном пути может быть будет открыто я не знаю года два назад этот был и когда этот дом до сих пор таки стоит брошенный но я понимаю если у вас отреставрировать то очень красиво будет конечно прикольно все тут сделано особенно вот под крышей окна но и тут я как-то показывал там есть у меня ролик старенький там очень ну в общем полноценный этаж там он видите сделали решетку а там окно в общем все как везде а там просто дальше ниже еще там этажи откопаны только с одной стороны ну уже подходим скоро будет канатная дорога поближе там посмотрим что интересного на той горе у нас хотя может если получится время хватит и на обе горы и на ведьме на место и я не знаю чё тут а тут какое место если на этой горе тоже какой-нибудь посмотрим такой оригинальный домик стоит такими башенками и там кстати тоже эти цокольные этажи есть с той стороны видно было но там нету возможности отснять это вот тут небольшая речушка кстати форели в ней очень много я когда-то тут встали на учебе был ходил смотрел довольно приличное количество форелей тут рыбалка тут запрещена поэтому форель я тут не ловил соответственно потому что штрафы такие ну вот мы уже практически подошли к канатной дороге с другой стороны такие камни-пороги думаю когда воды много тут все так бурлит очень-очень вот эта большая канатная дорога которая ведет на так называемый ведьмин плац ведьми на место смысле я так подозреваю там скорее всего место силы которая испоганили там поставили такой этот в общем если поедем покажу еще раз или возьму со старого ролика и вот за мостом сразу это на входе уже современники наваяли ну как бы бабаёшка мне понятно вот что за ней это что-то вот такое ну и там наверху кот у нас сидит ну в общем то небольшая такая сказка детская да классика по кругу на воде как карусели а это все для детей не тут такое о морда вот это на сяра все мы уже в кресле сидим поехали сожалению тут вот внизу не высоко если на той канадной дороге очень высоко я понимаю что я тут адреналина совсем не испытаю хотя мне нравится иногда ну для кого-то конечно и тут хватит этой высоты посмотрим как будет выше может быть там интереснее есть вот эти вот лавочки с крышей это наверное когда дождь тогда хорошо мы ее пропустили и сели без крыши правда я не знаю смогу ли я обратно снимать но все равно попробуем сейчас поедем повыше посмотрим ну скажу обратно я уже понял что будет интереснее ехать как бы я вот на назад посмотрел но есть какие-то ощущения непонятные не головокружения не знаю может резкое изменение высоты что-то происходит как бы объяснить правда сложно что какой-то минимум чего то есть непонятного но на обратном пути самого верха покажу он какая-то пещера тут как ее найти вопрос какой глубины еще неизвестно ну что-то там железо какое-то и в две стороны причем там развил разветвляется и причем камень тут очень твердый мы уже почти на самом верху такой небольшой видик сверху хотя я буду еще вниз ехать поля рапсом такие эти клеточки зацвел вот мы уже практически доехали будем выходить хотела эту хексен плац вот этот ведьмина место снять с этой горы но что-то тут так все деревьями заросли есть у меня серьезные сомнения что я смогу это отснять ту гору с этой горы походим посмотрим что вообще интересного есть в этот раз чуйка меня обманула все-таки есть тут площадка правда обзор конечно так себе но немножко мы гору напротив ведьми на место которая или по-немецки хексен плац немного можем увидеть попробую сейчас приблизить насколько это будет видно ну как то так видно не видно не знаю сейчас мы пойдем еще правее может быть там еще есть площадка я по крайней мере на мониторе вообще ничего не вижу так а это уже на широкой экраном без приближения высота конечно отличненькая но не такая уж верни городах там будет повыше не знаю доберусь туда может быть ты ресторан но похоже еще закрытый не удастся нам кофе пока попить но попьем попойчем ничего страшного тут много кафешек я думаю выходные тут очень полно там дальше ваш не видел отсюда ее тоже видно сейчас мы посмотрим тут походим а вот ее видно чуть-чуть просматривается краешек то там за башня пройдемся туда может быть и увидим что то посмотрим тут это у меня сейчас точно наверно нету площадки тут или есть как-то не очень похоже но мы пройдемся немного возможно что то увидим ну нет все таки есть маленькая площадочка как бы ее сложно назвать площадкой просто тут перила и выступ небольшой так где мы там были вот там мы были да и вот там вот мегалиты сейчас я попробую навестись хотя я ничего не вижу солнце прямо в глаз ничего себе жара горят я попробую приблизить надеюсь будет видно ничего не вижу ничего не видно яркость вроде на всю все равно плохо видно но мегалиты там очень хорошие надо съездить и попробовать их хорошо отснять но я по крайней мере у меня сейчас бинокль с собой я смогу как минимум рассмотреть ходить скажу здесь очень неприятно камень такой я не знаю как он называется такой немножко зеленоватый что ли где-то с зелеными оттенками но очень похоже на гранит очень твердый явно местами местами прям на тропинках все в камнях вот так вот такие вот тропиночки но тут конечно ущелье ой 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 какое очень глубокая скалы но тут как бы уже тоже похоже очень на мегалиты вот этот камушек вот что-то камера совсем плохо снимает такой такой ну очень похоже не знаю насколько близко тут подойти но думаю опасно там насыпь такая неустойчивая и сразу пропасть да тут надо сегодня друга слушать я не хотел идти он говорит да пошли пройдемся и как бы этого я не смог бы увидеть и отснять тем более тут сейчас везде смотрю и по сторонам и под ноги камерой пока не кручу где что увидеть иду на какую-то выступ скалы может быть отсюда получится увидеть лучше где там река слышу журчит я сейчас на выступе на самом краю практически и вот там где-то глубоко река вот этот слева скалы очень интересные там ну сверху как бы похоже немножко отсюда трудно сказать мегалиты конечно похоже вот этот вот кусочек как блок прям выглядит вот он с этой стороны которую я сейчас только показывал ну я вам скажу высоко хоть парашютом прыгать правда деревья не дадут долететь вот деревьев деревья торчат причем много сухих высота ой 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 какая еще скалы это уже не песчаник это какой-то очень твердый камень по прочности похожий на гранит может быть может быть даже тверже сейчас попробовать за эту скалу пройти там посмотреть ну за нее нельзя зайти тут окажется сразу пропасть за этой скалой ну а снять немножко можно там вижу тропинки какие-то внизу попробую приблизить немножко вот тропинку видно хорошо тут у нас ну тут я бы не сказал что что-то похоже на мегалиты сейчас мы пройдем сюда сюда ну и все о а там вот похоже очень даже на мегалиты но к сожалению далеко и друг у меня далеко с биноклем сейчас я попробую приблизить так выставим вот видите там такие такой как столб стоит какой-то вроде как остаток красиво там еще вон люди я вижу еще далеко в общем ущелье туда уходит дальше в горы и эта сторона она это уже показывал только с той площадке с того камня тут глыбы не знаю они как-то все закругленные немного интересно ну не все а многие не знаю эрозия коррозия морозия их так или еще что-то их так сделала мой друг уже убежал самый конец сейчас пойду его догонять вот туда на ту площадку так друг у меня что-то тут интересное уже увидел ну в принципе вот тут видите как они тоже пластами прям интересно очень интересно что ты говоришь да похоже на мрамор это я уже видел там знаешь причем это было на песчанике вот такой камень и он выглядел как этот скажи я скажу прослойка но он такой он так да да он такой тонкий был как будто знаешь выглядел как будто намазали раствора между вот блоками и туда его залили вот сверху я вижу тоже да да ну практически как вот это вот идет ровно вот так вот две полосы ровных как будто тут какое-то что-то упало да что-то вырезали да вот если вот отсюда посмотреть прям идеально ровно так где камеру поставить чтоб видно было вот так как-то ну вот если глазом смотреть четко видно прям вот этот бороза пошире но такая сильно ровная но кого-то его там на песчанике я тебе говорю вот это я еще думал что за такой камень но там он очень тонкий я не мог понять но тоже смотрю белый очень прям потрогала он такой твердый как мрамор прям может быть это и есть мрамор может даже искусственный кто его знает это уже дальше идем тут как бы тоже довольно ровные есть ну вроде как бы треснутые туда похоже что потрескалась все вопрос опять же может это цельный был ну я не знаю это так убирали ступеньки или так было вопрос просто ограждение сделали наверное так и было потому что вот здесь они как бы коряво в разброс валяются как попало а где-то ровно лежат хотя может и подложили где-то но вот эти скорее всего подложены вот эти вот точно нет интересно конечно камни бывают так то такой степени ровный что просто обалдеть можно как будто их отрезали местами а есть две тонкие как бы прорези есть пошире прорези ну и опять и опять вот вот одна полоса похоже очень на мрамор утверждать я не буду потому что не являюсь специалистом по камням вот одна полоса вот одна полоса и там была вторая полоса а где-то вторая я уже потерял ее а вот она тонкая вот она она плохо просматривается уже но видно туда уходит вот уже подходим к этой площадке опять такая же вот марморная полоска жилка такая как она тут образовалась там жилки причем они ровные мне конечно интересно так подходим до площадки тут площадка одна и две последние похоже ну конечно можно и туда дальше идти но я думаю это уже как-нибудь в следующий раз потому что за один день тут обойти там есть маршруты и по 6 километров и больше и вот например вот там сидят на лавочке до сих пор они же туда дошли это наверное вот эти маршруты которые от 6 километров и больше да они по какому-то большому маршруту пошли но это надо на один маршрут какой-то просто день выделить и приехать и туда идти пойдем последнюю площадку посмотрим да и вот тут вот эти прожилки они рассматриваются периодически повсюду сколько идем сколько их уже увидел много ну вот подходим последние площадки вот тут слева вижу тоже какие-то небольшие блоки очень ровные как они тут образовались такое впечатление что оттуда один блок вытащили вот и видишь отсюда вон над самой рекой там похоже на мостик это на какой глубине там где он как бы мне его в камеру поймать попробую так я его глазами вижу а вот в камеру а вот он мостик такой да тропинок там я смотрю очень много вон люди ходят а вот они справа сейчас я покажу надо мне назад вернуться потому что так будет все дергаться вон она смотри как идут тропинка ступеньками идет видишь видишь вот снизу пошла и вверх приближе и она тропинка я вам по ней вижу люди уходят и она вверх идет ступенями ну понятно по прямой идти на такую высоту надо быть альпинистом так это у нас еще не последние слушаем нам еще одна площадка пошли туда да и прожилки тут опять снова же и вот они прожилки видишь вот такие прям узкие очень ровные ну вот мы дошли до последней площадки тут к сожалению деревья уже не дают просмотреть но так похоже вот эти вот эти остатки мегалитов каких-то ну а те против солнца я вообще не знаю можем мы увидеть или нет так где куда я снимаю ничего не видно солнце прямо в глаз ну там вот сейчас я с бинокля все хорошенько рассмотрю там очень много очень много мегалитов вот отсюда я даже глазом вижу конечно конечно немножко раньше надо было когда еще листвы не было тогда можно было их рассмотреть гораздо лучше сейчас уже очень очень это хорошо все просматривается листья очень много ну а теперь вот так можно посмотреть полностью все вот это вот ущелье оно идет туда далеко уходит красиво конечно высоко вот тут мегалиты это или нет ну как бы что то есть и вроде и нету такое двухякое значение как бы состояние сознание не понимает что это такое ну понимаю конечно вулкан чего вулкан вот так вот понастроил его тот крестик тоже вулкан предела вот вот чудо только скалы что ли вон те дома тоже от вулкана образовались внизу вулкан вулкан это конечно интересно какие они все немножко наискосок и заостренные ну а тут похоже на блоки очень похоже прям вот под деревом очень сильно похоже ну а с той стороны гораздо больше вот именно на том месте я уже снимал сейчас мы наверное пройдемся тут и поедем туда вот тут конечно совсем интересно я не знаю как там когда вот это писали вулканами посмотрите какие ровные линии сейчас я чуть-чуть приближе что такое и немного вверх пойдем какие ровные линии там и как их много это просто что-то с чем-то там я где-то стоял говорил что вот там один блок да вот я его отсюда вижу хорошо он реально на блок похоже верхний справа да ну а если глаза опустить я тут совсем на блоках стою вот правда они в другом положении вертикальном очень интересно ну а ух ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали обратно Думаю сейчас будет гораздо интереснее ехать вниз Здесь всю высоту можно посмотреть Когда вверх едешь, вроде как бы все близко Да, вот так уже я вижу, что уже прикольно Уже высоту видно И вот этот городок Талия Ну и сейчас мы, наверное, поедем вот туда На ту канатную дорогу и поедем на Ведьмино место Вот отсюда можно посмотреть, где какие здания есть тут вообще Вот так просто ходить, смотреть Ну тут особо таких интересных старинных зданий Не особо я наблюдаю Вот тут церковь мы обошли Там вот еще одна церковь На обратном пути можно подойти Там интересно, ее как-то не откопали Я ее тоже снимал В прошлом ролике Там за 19-й год что ли Мы были здесь Не помню уже точно Но так я сверху не наблюдаю что-то такого еще интересного Дома, которые с одним как минимум этажом под землей Их тоже много А вот что-то такое совсем старинное Больше я ничего не вижу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok